Коммунальный прецедент. Житель Челябинска добился перерасчета за тепло от управляющей компании. В итоге экономия составила несколько десятков тысяч рублей. Куда утекают эти деньги и почему управляющая организация отказывается добровольно делать перерасчет? Разбирался Иван Лежнин. Применение данных форм приведет к неправильному начислению плав. То есть очень ласково ушли от наших вопросов. Виктор Ежов показывает кипу документов. Эти ответы различных инстанций сам пенсионер называет отписками. Несколько лет Челябинец пытался выяснить, куда утекают деньги за тепло. Обращался и в администрацию, и в жилищную инспекцию, и даже в полицию и приемную президента. И когда пошли счета конкретно по нашему дому, в том числе по теплоснабжению, с хорошими цифрами, с тремя нолями, и с каждым годом все это росло и росло, значит, я себе просто поставил вопрос, откуда все это берется. Ну, ясно, что по нормативу, но у нас же есть счетчик. Другой на его месте давно бы сдался, но Виктор Ежов пошел до конца и через суд добился перерасчета за тепло от управляющей компании. При этом признается, подозревал коммунальщиков чуть ли не в присвоении средств. Рассмотрение дела затянулось на год. В управляющей компании отвечали, в этом доме закрытая система теплоснабжения, а значит, перерасчет невозможен. Позиция управляющей компании строилась на том, что математически высчитать это невозможно. Хотя по документам видно, что управляющая компания рассчитывается с ресурснабжающей организацией, с МУПЧКТС, именно по фактическому потреблению, по прибору учета. В суде судья прямо задавала вопрос управляющей компании, куда девается разница, та, которая образовывается. На что управляющая компания так и не смогла дать ответ. В итоге суд все-таки встал на сторону жильцов. Управляющая компания сделала перерасчет. Сумма получилась огромная. Только за год и только за четырехкомнатную квартиру пенсионера 26 тысяч рублей. А ведь в доме Виктора Ежова таких квартир больше сотни. Итого, по самым скромным подсчетам, переплата с одного дома за один отопительный сезон может составлять больше миллиона рублей. А таких домов в ведомстве управляющей компании могут быть десятки. В самой управляющей компании комментировать громкое решение суда отказываются. Заявляют, жильцы виноваты сами. Ведь как оплачивать потребленный ресурс, они должны определить самостоятельно на общем собрании собственников. Либо они будут платить по счетчику за тепло, либо они будут платить по нормативам. Это право жильцов. Но поскольку они до сих пор не определились с этим делом. Коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин уточняет, случай пенсионера Ежова в Челябинске не первый. Но все-таки добиваются перерасчета пока единицы горожан. Причин этому несколько. Во-первых, мало кто тратит время на долгие сложные расчеты по специальным формулам. Во-вторых, законодательство несовершенно. Изменения в жилищный кодекс принимают каждый год. Любые изменения их действия мы можем отслеживать только спустя полгода-год, если эти изменения опять не будут изменены. Потому что, по идее, сейчас все пытаются свести к единому стандарту, как мы и говорили. Что все проходит через решение общего собрания. И собственники сами определять должны будут, платить через управляющую компанию или платить напрямую ресурсникам. После этого, добавляет эксперт, переплачивать уже не придется. Тем более, что общедомовые счетчики теперь по закону коммунальщики должны установить во всех домах. Иван Лежнин, Александр Павлов, Евгений Чекалов, ОТВ.